Привет, друзья! С вами канал Морослайф. Ну что, чудо не произошло, к сожалению. Президент Чехии Милаш Зимон подписал все-таки закон о страховках. И поэтому, друзья, со 2 августа 2021 года страховать иностранцев, которые сюда приезжают, по воссоединению семьи, которые здесь учатся, то есть студенты и предприниматели, и те иностранцы, которые не имеют государственную страховку, внимание, ни рабочие карты, ни квалифицированные работники должны будут иметь страховку от компании ПВЗП. Давайте, значит, сейчас более подробно еще раз проговорим, что произошло, то есть Сенат все-таки принял нашумевшую поправку к закону пребывания иностранцев, касающейся коммерческого медицинского страхования. Это случилось, несмотря на протесты министров внутренних дел, финансов и здравоохранения. Что изменится? Значит, самое основное, что со 2 августа предоставлять услуги медицинского страхования иностранцам будет разрешено только компанией ПВЗП, дочерней государственной ВЗПшной компании. Данная монополия носит временный характер и рассчитана на 5 лет, то есть 5 ближайших лет, с августа 2021 года, все страховки только ПВЗП. Хорошо это или плохо? Не совсем хорошо на самом деле, потому что на заседании парламента прозвучали планы поднять минимальную стоимость коммерческой страховки до 28 600 крон в год. Это средний размер отчислений, которые чешские граждане делают в ВЗП. То есть сумма будет годовой страховки минимум 28 600 крон. То есть представьте, приехать, воссоединиться, допустим, с семьей, с ребенком, с женой, взрослому человеку нужно будет 28 600. Сколько будет на ребенка, я не знаю, но возможно минимальная цена вообще для всех будет 28 600 за год, а там дальше уже 2 года 50 тысяч и так поехали. Значит, что будет на практике? По сути, ничего хорошего. Студентам, предпринимателям и другим нетрудоустроенным иностранцам с долгосрочными визами и разрешением на долговременное пребывание придется страховаться только у этой компании ПВЗП. У нас просто не остается другого выбора из-за убитой в данном сегменте конкуренции. Естественно, компания ПВЗП сполна использует эту ситуацию для своей выгоды. То есть уже подняли цену годовой страховки до 28 600 крон. Это ценник также соответствует планам депутатов по повышению стоимости коммерческого страхования до уровня государственного. Разница между ПВЗП и ВЗП это не одно и то же, сразу скажу. То есть ПВЗП это дочерняя фирма государственной страховой компании ВЗП. У нее свое руководство, исключительно коммерческие цели. То есть даже при одинаковых годовых взносах покрытие страховок у двух этих компаний все равно будет серьезно отличаться и не в пользу ПВЗП. Просто так перейти в государственную ВЗП нельзя. По закону это можно сделать только тем, у кого есть ПМЖ, то есть привалый побыт, или трудоустроенные иностранцы, то есть владельцы рабочих карт. Ну короче, люди, которые здесь работают и платят налоги. В свою очередь студенты и предприниматели будут обязаны сразу оплатить полную стоимость нового полиса ПВЗП 28 600 крон. Что реально сейчас нужно сделать? Опять же, ребят, это рекомендации. Хотите, делайте, хотите, не делайте. Дело ваше. Мы уже подумали и уже решили. Сейчас в итоге по концу видео узнаете, что мы решили. Так что досмотрите до конца. Значит, что делать? Все страховки, оформленные до 2 августа 2021 года, будут действительны и приниматься МВД для продления визы до конца срока договора. Это положение утверждено в новом законе. Это уже повторяли и в комментариях тоже озвучивали. То есть можно приобрести страховку дешевле на несколько лет вперед. Так вы сэкономите десятки тысяч крон на оформление будущих полисов. В пересчете, например, на 3 года разница получается более чем солидной. Вот сейчас, ребят, видите на экране сравнение по годам. То, что я попросил сделать нашего друга Сашу Литвиненко, которому обратился сразу же, чтобы он прокомментировал эту ситуацию. Он говорит, нужно до 2 августа срочно оформлять страховку на нашего ребенка тоже. У нас ребенок 9 лет. Я сейчас пользуюсь страховкой Эрго. Мы перешли на эту страховку и попросил на 3 года. То есть нам 3 года не хватает до ПМЖ, чтобы ребенок был полностью у нас закрыт под этой страховкой. И сумма, как вы видите, составляет 30 528 крон. То есть реально на 3 года 30 тысяч, если новая страховка ПВЗП будет составлять 28 600, то есть на год. Разница просто сумасшедшая. То есть я экономлю сейчас на ровном месте приличные деньги. Поэтому можно оформить на 2 года, на год, на полтора. Кому сколько не хватает, пожалуйста. Любые сроки можно указать. Ну и вы видите здесь в табличке для сравнения. Та же Славия, Уника, ценовая стоимость. Та же ПВЗП, у кого особенно есть уже страховка ПВЗП, можно получить сейчас 32,5% сразу дополнительной скидки. Обращаться нужно по вот этим вот контактам. Саша Литвиненко, вот его контакты. Говорите обязательно промокод MOROZLIFE. Сделает еще больше скидку. Реально сэкономит вам большую кучу денег. Поэтому, ребята, кто хочет сэкономить, вам всем сюда. Под описанием тоже оставляю ссылки, контакты, где находится офис. Смело можно набирать. Времени реально очень мало для того, чтобы сэкономить себе, опять же, на ближайшее время кучу денег. И закрыть вообще эту тему, закрыть этот геморрой, чтобы его вообще не было и вы не вспоминали. У меня, в принципе, все. Я все, что хотел, озвучил. Мы берем страховку, покупаем за 30 тысяч. То есть, та страховка, которая у нас сейчас есть, мы попользовались, получается, только полгода. Ну, а дальше уже будет у нас новая страховка на все три года. То есть, закрываем этот вопрос по страхованию на ребенка. А дальше уже получаем ПМЖ. А там уже государственное ВСЗП, которое будет покрывать нашего ребенка полностью. Поэтому, ребят, моя рекомендация такая. Хотите, пожалуйста, экономьте. Приходите к Саше. Он вам сделает всем скидки. Не забудьте упомянуть, где вы увидели эту информацию. Канал MarosLive. Промокод MarosLive. И получайте свои выгоды. У меня все. Спасибо всем за просмотры. Спасибо всем за поддержку. Ставим лайки. Продвигаем это видео в топ. Пишем свои мнения и комментарии. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.